Даже погода скорбит в этот день. Чтобы почтить память жертв трагедии Чернобыля и вспомнить ликвидаторов ее последствий, череповчане собрались под проливным дождем у Стеллы Героя. В мировой действительности, в мировой истории такого опыта не было. То, что делали люди, было проявлением героизма, самоотверженности, самопожертвования и еще многих человеческих качеств, которые достойны глубокого человеческого уважения. Именно 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке атомной электростанции произошел взрыв. Чтобы не дать распространиться радиации, в Припяти работали больше 600 тысяч человек. Тушили пожары, очищали территорию, строили саркофаг. Были среди них и череповчане. Определить масштабы катастрофы, ее влияние на здоровье людей до сих пор трудно. Только от рака. Развившегося в результате полученной дозы радиации за эти годы умерли до 200 тысяч человек. Город Припять и окружающие районы будут еще несколько столетий небезопасными для проживания. В Череповце участников тех страшных событий осталось чуть больше 300. Прийти сегодня на митинг многие не смогли по состоянию здоровья. Цветами стоят вдовы погибших, представители общественных организаций, органов власти и даже дети. Чтобы вспомнить тех, кто ценой своих жизней остановил невидимую, но страшную угрозу. Вы, уважаемые чернобыльцы, спасли не только свое государство, но и спасли практически всю Европу от радиоактивного заражения. Такие митинги проходят сегодня по всей стране. Чтобы люди помнили о том, как может быть опасна ядерная энергия и какую нужно иметь смелость, чтобы ее обуздать. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости.